Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Женщина может все» и я ее ведущая, Алла Соколова. Начать нашу программу я хотела бы с цитаты одной очень известной женщины. «Осознавая, что нашу планету населяет 6 миллиардов человек, некоторые люди чувствуют себя ничего не значащими и сомневаются в том, что один человек может изменить мир. Поверьте мне, один человек может многое», — так говорила известная бизнесвумен Мэри Кей Эш. Женщины, добившиеся успеха, и их истории стали очень известными, и о многих из них мы знаем. Но, тем не менее, остается интересным, как же успешные женщины сочетают в себе две таких важных части своей жизни, как профессиональная жизнь, личная жизнь, как достичь баланса того и другого. И вот те вопросы, которые есть у меня, я хотела бы, чтобы на них ответила сегодня наша гостья. Генеральный директор проекта СНОП, кандидат экономических наук и мама двух замечательных детей Марина Геворкян. Марина, ну и первый вопрос, который хотелось бы задать. Мечтали ли вы, когда были девочкой, что станете руководителем такого великолепного социального проекта? Ну, наверное, в детстве, когда ты играешь в куклы, не думаешь о социальных проектах, поэтому в детстве я думала, что хочу быть модельером, дизайнером, поскольку мне всегда нравилось одевать, обшивать своих кукол в разные интересные наряды. Ну, соответственно, взрослела и училась, и дальше мечтала быть физиком, математиком. Ну, а далее экономическая ситуация в стране изменилась, понадобились экономисты, стало модно слово бизнес, кооперативы, пришлось стать экономистом. Вот так все и получилось. Собственно, история странная, сначала ты взрослеешь как индивид, потом, в общем, социум формирует желание. Ну, это интересно, потому что действительно такие творческие какие-то, наверное, мысли или составляющие будущего закладываются в детстве, и вот это дизайнерство и какие-то краски, которыми вы наполняли свое детство, наверное, тоже привели к разнообразию тому, что сейчас происходит в вашей жизни. Экономическое образование, это тоже интересно. Вы закончили МГУ, насколько я знаю. Я защищалась в МГУ, да, кандидатскую диссертацию защищала в МГУ по теории современных валютных рынков, но все равно то, чем я сейчас занимаюсь, несколько далеко от валютных рынков, но основы, понятная экономическая теория, они были заложены. Это очень интересно. А если говорить о ваших родителях, то родители как-то повлияли на выбор? Вы знаете, у меня такая интересная генетика, она все-таки интересная наука и очень, скажем, обоснованная. Я из семьи, профессорская дедушка был математиком, а дальше он углубился в философию, вот, а отец был, то есть мать была из профессорской семьи, ну, более естественных наук, а отец, он из купеческой семьи. Поэтому у меня, наверное, купеческие задатки, скажем так, они претерпели апгрейд профессорского бэкграунда, вот, и, ну, что выросло, то выросло. Очень интересное тоже сочетание. Ну, я это недавно просто как-то анализировала и поняла, что генетически, да, большую роль не только экономическая ситуация в стране сыграла или что-то, ну, когда все равно должны быть какие-то основы, вот. А что вы делали после того, как защитили диссертацию и занимались? Ну, я, собственно, сразу работала и работала в продажах, потом в медийный бизнес ушла, я работала здесь, там, 8 лет в компании Афиша, вот. Медийный бизнес мне нравился тем, что ты, ну, можно было реализовать какие-то, скажем, творческие, ну, здесь я не была никогда журналистом, но, тем не менее, общая среда, общая лофтовая культура, ну, Афиша в частности, да, она накладывала отпечаток. И ты все равно чувствуешь, хотя занимаешься зарабатыванием денег, ты все равно себя чувствуешь некой, не знаю, белой, такой, высокой кастой, да, то есть такая некая белая кость, вот. И это очень интересно в любом случае. Этим меня всегда привлекал медийный бизнес, сочетание творчества, социальной какой-то тоже истории с бизнесом. Ну, то есть это некое ваше экономическое образование, тоже ваш взгляд на жизнь, ваш взгляд на общество? Мне везло на руководителей, в принципе, и я всегда занималась тем, чем мне нравится. То есть мне, я могу сказать, что я счастливый человек, потому что я люблю свою работу. То есть если мне перестает нравиться моя работа, просто, ну, я ухожу. Я любила все проекты, в которых я работала. То есть у меня никогда не было ощущения пребывания на работе с 9 до 6. То есть для меня это хуже, для меня, наверное, быть ничего не может в жизни. Вот, то есть я могла быть намного дольше, но просто в нерегулируемое время. И мне всегда нравились проекты такие стартаперские, когда нужно вот из ничего что-то сделать. И в этом плане медийный бизнес, он, конечно, дает поле для деятельности. Я с этим согласна, читая ваше интервью, я прочитала, что вы любите такие неожиданные, неординарные проекты с не очень понятным результатом, да, и к нему стремитесь. А что вас в этом привлекает? То есть какой-то вы испытываете драйв, какую-то необыкновенную энергетику? Ну, драйв, конечно, то есть это возможность. Мне, наверное, чужда корпоративность. Как это? В общем, я с трудом себя представляю в крупной корпорации. Почему, наверное, пользы от меня нет? Безусловно, я не думаю, что я была бы плохим сотрудником. Но КПД, мой КПД, он намного выше, если у меня есть поле для маневра. Ну, есть люди, которые могут работать в крупных корпорациях даже очень крупными, но болтами. Я не могу. Лучше я буду работать в небольшой компании, но, скажем так, у меня будет свобода. Ну, я согласна, потому что даже и в небольшой компании можно достичь потрясающих результатов. Дух интерпренерства должен быть. Вот он, наверное, есть. А что вы можете сказать о начале любого такого предприятия, в котором вы еще не знаете, чем закончится этот проект, но что вы можете даже дать в качестве совета, какой совет вы можете дать женщинам, которые находятся в начале пути или выбора вот такого же, перед которым стояли вы когда-то, уйти в медийный бизнес. Это же было совершенно новое, неожиданное для вас. Вряд ли вы могли ожидать какого-то результата сразу. Команда. Что вы можете посоветовать? Команда. Нужно смотреть на соратников, кто рядом с тобой. То есть, если ты веришь в команду, как выше, так и ниже тебя стоящую, то нужно идти и работать. То есть, на мой взгляд, один в поле не воин. Спасибо. Это очень важно. И я думаю, что это действительно, когда за твоей спиной стоит или вместе с тобой работает великолепная команда, это всегда огромное успех. Ну, она может быть разная. Люди должны быть единомышленниками. Если люди единомышленники, соратники, давно забытое слово, на мой взгляд, очень такое емкое, оно отражает отношения очень хорошо. То тогда можно и рискнуть. Марина, а если говорить о неожиданных проектах, неожиданностях в конце, вы и в своей непрофессиональной, в личной жизни готовы тоже к такому же или вы другая? Готова. Точно так же вы относитесь к этому? Да. А как вам удается баланс соблюсти и профессиональной жизни, и личной? Для каждой женщины это сложно. Не всегда бывает баланс. Ну, наверное, знаете, мне кажется, что давно, я не помню, где-то прочла такую фразу, что жить нужно не ради детей, а вместе с детьми. И вот, если женщина это понимает, и если женщина не чувствует себя виноватой, каждый раз уходя из дома, чем более уверена в себе мама, чем лучше она реализуется в любом, как мать, как профессионал, каждому свое просто, каждая женщина индивидуально, тем детям лучше. Поэтому я не скажу, что существует универсальный рецепт. Каждый, наверное, должен находить свой баланс. Марин, давайте вернемся немножко назад, и я хотела бы еще раз коснуться вот этой темы, перехода совсем в неизвестную для себя сферу. Вы все-таки получили экономическое образование, валютные рынки. Я поняла, что это было связано, наверное, с кризисом и изменениями, которые были в жизни. Но это совсем разные сферы. И поэтому для меня интересно, как совершить вот такой переход в неизвестность для женщины. Ну, здесь роль сыграла после, скажем, получения уже образования экономического. Я была уверена, здесь роль сыграла семья. У меня достаточно мудрый брат старший. Вместо того, чтобы взять меня на работу в богатую финансовую структуру, где он был топ-менеджером, он сказал, иди зарабатывай, будешь с голоду умирать, деньги на еду дам, но карьеру ты должна делать сама, независимо от меня. То есть, как в известной притче, он не дал вам рыбы, а научил, собственно, ловить эту рыбу. Да, я пошла, пошла в продажи, и, в общем-то, я проработала очень в тяжелом таком режиме года-два. А потом я пришла в медиабизнес. Я сделала достаточно неплохую карьеру в IT-компании по продажам разного оборудования. А потом я все изменила в своей жизни. Пришла в медиабизнес, пришла буквально, ну, то есть, меня схантили, скажем так. Пришла ждать за человеком. На собеседование пошла ради интереса. Ну, когда мы с руководителем моим бывшим проговорили там часа два, наверное, и был уже поздний вечер, при этом была женщина, крайне интересная женщина состоявшаяся, женщина-руководитель. И я сказала, окей, я к вам выхожу. Вот так. Я понятия не имела тогда, что такое медиабизнес, что такое рекламное агентство, зачем мне вообще туда нужно. Она тоже брала кота в мешке, потому что я помню хорошо ее фразу. Я не могу вам ничего... В тот момент, когда я туда шла, я была уже руководитель отдела, у меня было 20 подчиненных, а туда я шла просто вот в проект с одним подчиненным. И на зарплату меньшую. Она сказала, я могу предложить только вот практически свою зарплату. Ну, мы не пожалели обе. Ну, мне кажется, это тоже важно в жизни, когда появляется такой человек, наставник или какой-то пример, за которым ты следуешь и интуитивно веришь. Соратник. Либо соратник. Это человек... На самом деле для меня всегда определяющим был тот человек, к кому я иду, в чей проект я иду. Будь это афиша, будь это сноб, когда я пришла к Владимиру. Да, это должна быть личность в любом случае. Будь это в студенческие годы, тоже у меня был руководитель весьма харизматичный. Спасибо, Марин. Я вынуждена прерывать нашу беседу, и мы обязательно продолжим ее. У нас, дорогие телезрители, рекламная пауза. Дорогие телезрители, мы продолжаем нашу программу «Женщина может все». И с вами я, ее ведущая Алла Соколова. Напоминаю вам, что у нас в гостях генеральный директор проекта «СНОП» Марина Геворкян. Марин, хотелось бы продолжить нашу беседу о роли наставника, роли личности, которая встречается у человека на его жизненном пути. А как вы теперь реализуете, наверное, свою важную роль руководителя, и как ваши сотрудники чувствуют, что вы для них делаете в проекте? Знаете, мне очень важно, важен микроклимат коллектива. Мне важно, чтобы люди росли, у них был потенциал для роста. Порой человеку можно не прибавлять денег, а прибавить функционал и дать ему возможность расти. И люди будут благодарны не меньше, чем прибавка к зарплате в 10%. Ну, все зависит, конечно, от людей, но я стараюсь работать ровно с такими, которые всегда хотят расти, всегда развиваться. Как раз сегодня я, в общем, так сравнивала в этом году проекту 5 лет, и я в этом проекте с самого основания фактически. И я сравнивала цифры, там, штатное расписание 5 лет назад и штатное расписание сейчас. Количество людей уменьшилось в 2 раза, при этом коэффициент полезного действия, который выражается в количественных цифрах аудитории и дохода, меня как генерального директора это прежде всего волнует, эти показатели выросли в 2 раза в обратную сторону, то есть наоборот все увеличилось. Я стараюсь, мне кажется, что это результат командного труда, это результат правильного распределения обязанностей в коллективе. И мы сейчас, маленькие мобильные коллективы, они имеют больше шансов на выживание и на опережение. То есть мы ловим, как мы смеемся, мы сканируем воздух, мы ловим тренды. Там есть определенные тренды развития медиа, и мы эти тренды, то есть то, о чем сейчас говорят на отрасловых конференциях, мы реализовывали это еще 2 года назад. То есть маленький коллектив, он позволяет, с одной стороны, жизнь заставляет тебя бежать быстрее, а в маленьком коллективе бежать быстрее, как-то вместе лучше получается, чем эта большая корпорация. И мне кажется, что люди ровно поэтому и работают у нас. Помимо финансовой составляющей, есть еще возможность роста. И, допустим, у меня в этом году была такая ситуация, когда ушли процентов 15 людей по разным причинам. Кто-то в декретный отпуск, кто-то реализовывает себя в другие проекты. То есть со всеми было полюбовное расставание. Мне казалось, что все рушится, все пропало. А нет. На самом деле я никого взамен не взяла. То есть там на 6-7 вакансий я не стала их закрывать. Я эти деньги перебросила, то есть я их распределила, распределила обязанности, и люди, текущий коллектив, он был благодарен за это на самом деле. И мы стали еще интенсивнее работать. Так что, наверное... Это здорово. Да. Это очень хорошо. Но вот определяя свои задачи как руководителя, что бы вы назвали, например, топ-3 какие-то компетенции или задачи вас как руководителя вашего коллектива? Потому что коллектив такой необычный, да? Это творческие люди. Нет, прежде всего. И моя самая важная, самая главная моя задача – это уметь разговаривать на разных языках. То есть когда ты разговариваешь с коммерческим своим департаментом, это один язык. Когда ты разговариваешь с редакцией, это другой язык. Когда с бэк-офисом, это вообще третий язык. И мне кажется, что самое важное – это наладить коммуникацию между ними и по горизонтали в том числе, чтобы они друг друга слышали. Это непросто. Но я как руководитель должна это делать. И ровно только так мы можем реализовывать проекты успешные. Только так. Вот мне кажется, что судя по тому, что у нас трафик с июля месяца вырос как раз после ухода сотрудников, после реструктуризации, ровно в два раза трафик сайта вырос, наверное, это удается. У вас интереснейший проект и, конечно же, объединяет огромное количество людей. И здесь интересно все-таки, как… Вот вернемся тоже к моему вопросу. Как вам удается балансировать себя, такую занятую женщину, занятого руководителя с временем, которое вы можете уделить своим детям? То есть как вы считаете, важно ли своим детям тоже посвящать огромную часть своей жизни? И как вот это все в себе совмещать? Ну, конечно, важно. Да, вопрос риторический. Конечно, это важно. Но с практической точки зрения, наверное, это не очень правильно. Но у детей мой график жизни. Мои дети ложатся в 12 часов ночи. Вот, я себя успокаиваю тем, что профессор-невролог при рождении еще ребенка сказал, неважно, в какое время он спит, главное, чтобы общее количество часов соответствовало норме. Вот, поэтому у детей мой график. Я их вижу. Я не скажу, что я с ними не общаюсь. Выходные я провожу с ними. С шести месяцев, что одному ребенку, что второму было, я ездила в разные поездки. И в командировки я с ними ездила, и отдыхать я с ними ездила. То есть, я просто живу вместе с ними, я обсуждаю с ними какие-то... То есть, я с ними, ну, не совсем как со взрослыми. Но, в принципе, нет, я не сюсюкаюсь никогда. Мы живем одной семьей, да. Вот мама на работе, есть няня. Мама приходит, няня уходит. Еще важная часть нашей женской, наверное, жизни – это уход за собой, посвящение жизни себе. Что такое красота в вашей жизни? Что вы понимаете под красотой? Она для вас значима или это не такой важный? Безусловно, внешность играет большую роль, особенно в жизни женщины. И люди успешные, они... Ну, то есть, внешность дает фору, скажем так. Конечно, я обязана просто. Это часть моей работы. Как и во всем любом деле, в уходе за собой важна система. Я лет с 12, наверное, каждое утро практически делаю зарядку. Да. Я как-то помню, читала или слышала интервью Эльдара Рязанова, и он говорил, что каждое утро он делает зарядку. И его спросили, а вы ее так любите? Он сказал, ненавижу. Но делаю. Я не могу сказать, что я ненавижу. Но активный образ жизни и активные занятия, в общем, спортом, фитнесом, каким-то активным спортом, аутдор. Я, например, для меня хуже быть не может отпуска, чем лежание на пляже. Я сегодня согласна. Вот, это для меня просто катастрофа. Системный, ну и, конечно, системный уход за собой. Во всем должна быть система. То есть вы планируете время свое так, чтобы успевать все, и у вас все получается? Я не скажу, что у меня всегда все получается, но чем больше ты делаешь, тем больше ты успеваешь. Ну и, конечно, от внутреннего состояния женщины, от ее настроения очень зависит внешность. Если в женщине гармония, то она и красивая. Любая женщина прекрасна. Я с вами согласна и думаю, что это действительно очень хороший совет всем женщинам достичь некой гармонии. Много телезрителей скептически отнесутся к этой довольно банальной, наверное, фразе. Но мне кажется, что я сама себе даже в самый тяжелый момент говорю, что если ты не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. И как только ты внутри себя меняешь отношения, то и на внешности, и на психике, и на состоянии общем, это тут же скажет. Я тоже согласна с вами. Думаю, что нежели чем ныть и уповать на обстоятельства, надо действительно что-то пересмотреть в себе и свое отношение изменить к ситуации. Я думаю, что это очень хороший совет всем женщинам, которые, может быть, испытывают какой-то неуспех, или в начале своего какого-то нового предприятия, может быть, колеблются и считают, что что-то не получается, и начинают винить обстоятельства. Я думаю, что это очень здорово посмотреть на ситуацию с другой стороны и прежде всего задать вопрос о себе. Ну, просто немножко подняться, да. Нужно подняться и посмотреть, стать наблюдателем. И тогда можно увидеть, разглядеть что-то положительное даже, наверное. Великолепно. А те люди, с которыми вы сейчас встречаетесь, я так понимаю, что это такая широкая аудитория интереснейших, талантливых, творческих людей. Как вы справляетесь с такими объемами информации? Это просто необыкновенно то, что вы делаете, такой проект, который объединяет так много людей. Вот если аудитория так велика, как тоже распределить свое время, как распределить свои ресурсы, когда ты общаешься с таким огромным количеством талантов, которых трудно, наверное, в какие-то рамки определить? Ну, тогда надо, наверное, определить рамки для себя, дозированное восприятие информации. Ну, есть такая буддистская пословица, нет врагов и друзей, есть учителя. Если ты у каждого человека чему-то учишься, то, собственно, ты питаешься, ты наполняешься. Вот как-то так дозирую. Мне тоже это очень нравится. И как-то у нас логически из нашей беседы выйти к такой выводу, что очень важны те люди, которые окружают нас в жизни. Это действительно настоящие учителя, которые позволяют нам меняться и становиться другими. Это, конечно, часть ценная нашей жизни. Мне кажется, что человек сам может, человек в состоянии, женщина, мужчина, определить круг своего общения, что мы вполне по силам. А когда случаются какие-то очень серьезные падения, наверняка у вас в жизни были какие-то сложные обстоятельства, как вы себя пытались из этой ситуации вывести или направить на какой-то интересный момент? Да, конечно, были очень сложные времена. После срыва бывает прорыв. Кризис — это новые возможности. И вот ровно с этой мыслью, с двумя этими мыслями, я выживала. То есть нужно, если что-то ломается, не нужно цепляться, не нужно строить то, что уже мертво. Если пациент мертв, то не нужно ему делать искусственное дыхание. То есть скорее нужно двигаться вперед. Вперед-вверх и только вперед. Только так. Пусть кажется иногда, что вот пусть в текущем моменте кажется, что это все, это трагедия, это, не знаю, развод, допустим, да, что это все жизнь сломана, это трагедия, дальше нет пути. Это не трагедия, это точка роста. Это просто нижний экстремум, а есть еще верхний экстремум, если в системе координат. И ты просто идешь дальше и выше. А в своем проекте вы занимаетесь тоже какой-то журналистской деятельностью? Вы пишете очерки, вы пишете статьи? Я немного читала. Нет, я не пишу, хотя у нас есть блоги, личные блоги. Я, в принципе, могу вести блог. Я иногда что-то пишу в своем личном блоге, но я больше... Здесь у меня, наверное, даже некий комплекс, потому что, когда ты работаешь с лучшими журналистами страны, ну, правда, у нас очень хорошие авторы, как-то неудобно. Это, наверное, не хочется, чтобы сравнено. Марина, наша программа подходит к концу, и в завершении нашей программы я хотела бы попросить, чтобы вы сказали несколько слов те женщины, которые хотят добиться успеха в этой жизни, которые задумали для себя что-то новое. Что бы вы пожелали им? Знаете, я бы хотела им пожелать, чтобы каждое утро они себе говорили, каждый день – добрый день, и всегда двигались только вперед и вверх. Марина, ну и благодарность за то время, которое вы сегодня посвятили нашим телезрительницам, дав им свои интересные советы и рекомендации о том, как достичь успеха, я хотела бы вам подарить небольшой подарок. Спасибо большое. Дорогие друзья, и на этом наша программа «Женщина может всё» подошла к концу. С нами была Марина Геваркян, и я – ведущая Алла Соколова. До свидания. До свидания. Продолжение следует...